МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который у нас неизменно отмечается каждый год. И пусть это не юбилейный год, но День Победы был и остается одним из самых важных народных праздников. Поэтому много материала в газете будет посвящено этой теме. Но, как и все СМИ, конечно, в первую очередь мы уделяем место событиям, происшествиям, которые случились за эту неделю и которые вызвали большой общественный резонанс. И, может быть, являются вот таким показателем нестабильности сегодняшнего нашего общества. В частности, это связано с преступностью в отношении детей. Еще один случай, который произошел у нас в области, это убийство 7-летнего мальчика. Всю неделю эта тема обсуждается. К сожалению, пока даже нет подозреваемого в этом преступлении. Но, тем не менее, кто этот мальчик и где это произошло в небольшом поселке, где, казалось бы, жители все друг друга знают, это вызвало общее горе, я думаю, буквально у всех людей, которые знакомы с этой темой. И опрос, который мы поставили на сайте, был связан с тем, что убийство этого мальчика совпало еще с несколькими преступлениями в отношении маленьких детей в Восточно-Казахстанской области, где мать повесила своих троих детей. Все это очень горестные события. И люди больше всего выбрали ответ, что тоже примечательно, экономический кризис сводит людей с ума. Наверное, таково сейчас основное мнение, которое бытует у нас, что экономические проблемы, неуверенность в завтрашнем дне, все это является одним из главных факторов, толкающих людей на такие неадекватные поступки. Много материалов касаются происшествий всевозможных и событий, которые были связаны с какими-то явлениями. Это и коррупционные действия, в частности, то, что один из полицейских служителей стал мошенником, он вымогал деньги за то, чтобы оказывать содействие в отношении насильников. Об этом событии тоже писали в прошлом году. Вот дело дошло до суда. И нажиться на преступниках решил один из полицейских чинов, заместитель начальника Алгинского ОВД, за что и получил соответствующее наказание. Вот как бывает, стоит обмануть насильников мужчинам. Вот именно. Еще одно тоже неприятное такое в отношении полицейских обвинение было высказано. Это следователь, который пытался ограбить джип. И оказалось, что это не просто джип, а заместитель начальника Алгинского отдела полиции. Вот так ему не повезло. Тоже, с одной стороны, казус, а с другой стороны... Руководители Алгинского отдела полиции уже не первый раз хотят обокрасть. Ну, может быть, это было еще до того, как этот самый полицейский чин лишился своего места, о чем мы также писали в прошлом номере еще. О здоровых знаках. Тема, которую тоже неоднократно поднимали. Вот на 4-5 полосе материал «Знаковое событие». Он касается... Материал этот связан с тем, что в прошлом году были установлены несколько знаков «Стоянка и остановка запрещена». Резонанс был сразу большой. Насколько вы помните, наверное, да, и репортажи об этом снимали, что улица 101-й стрелковой бригады и проспекта Блахайрхана это, прежде всего, расположение наших торговых центров, магазинов, туристических фирм и всевозможных офисов. Вот теперь оказывается, то, что там нет возможности остановить машину, породило, как следствие, падение посещаемости всех этих мест, всех этих объектов. И в результате снизились поступления денежные у этих компаний. Они вынуждены увольнять своих сотрудников. И, кроме того, меньше поступает налогов в городской бюджет. А всего таким области сказал, наведите порядок. А здесь поустанавливались знаки, и к возмущению жильцов все машины перешли во двор, либо вовсе нельзя останавливаться. Тогда соответствующие службы переусердствуют и не принимают во внимание какие-то очень важные причины, имеющие потом долговременные последствия. Ну, к властям теперь обращаются предприниматели, чтобы наконец-то решили свой вопрос. Причем палата предпринимателей отправила коллективную жалобу, которую подписали 53 владельца небольших фирм, малого бизнеса. Но вот какова будет реакция на все это, мы еще посмотрим. Мошенники не дремлют. Так называется небольшой материал, но, тем не менее, очень важный по теме, так как чем больше раскрывают схем мошенничества, тем больше они придумывают чего-то нового. В частности, сейчас это связано с сайтом OLX. Довольно популярный ресурс, на котором размещаются всевозможные объявления. И вот один из актюбинцев решил найти работу, все подробно описал, и кто он, и что он умеет, и какая ему нужна работа. И вышла на него девушка, которая ему обещала содействие. Прямо по всем пунктам, которые он указал. Что из этого вышло, и насколько он пострадал, вот вы узнаете из этого материала. Конечно, темы, касающиеся социальных проблем, всегда вызывают отклик у людей, и журналисты часто обращаются к этим темам. Вот очень, по-моему, такой трогающий за душу материал о том, что 90-летняя женщина Айман Елмагомбетова много лет не получает не только пенсию, но еще и пособие по инвалидности. Вот до тех пор, пока не нашелся добрый человек, который взялся собрать документы и доказать, что эта женщина имеет право на получение пособия от государства, до этого никому не приходило в голову отозваться, причем соответствующим службам, отозваться на ее беды. Она 20 лет проработала в колхозе, она потеряла трудовую книжку, и даже свидетели на суде не смогли доказать, что эта женщина имеет право на пенсию. Поэтому, как автор указала, назвать ее пенсионеркой язык не поворачивается. Пенсии-то ей никто не платит. Лекарства еще одна важная тема, и для пожилых людей, я думаю, не только для пожилых. Это связано с тем, что цены на лекарства взлетели, и все это отмечают, все об этом пишут, и какие бы меры ни предпринимались, все равно, наверное, эти цены не остановишь. В Казахстане подписан меморандум по сдерживанию цен на лекарства, но он будет действовать только до конца года, и только в отношении 105 наименований медикаментов. С чем это связано? И здесь же можно на этой же полосе найти адрес сайта knf.kz. Это единый лекарственный формуляр, где люди могут узнать, какие же лекарства прошли апробацию в Казахстане, разрешены для применения, и какие можно приобрести даже бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Вот обо всем этом информацию тоже можно найти в сегодняшнем номере газеты. Наверное, вы сами сейчас часто бываете в городе и видите, как город активно готовится к Дню Победы, к майским праздникам, как проводятся субботники, как в них активно участвуют люди. И, конечно, мы тоже принимаем в этом участие и рады, когда это происходит. В частности, субботники прошли и на Старом кладбище, где будет 9 мая акция, посвященная ветеранам. И Георгиевскую ленту раздавали. Кстати говоря, наши ведущие поддерживают эту акцию, так же, как и наша телекомпания. Хотя споров в обществе много. Хотя споров много, и, мне кажется, излишней политизированности много. Потому что в этом действии, прежде всего, присутствует память. Память. И наше чувство уважения и гордости к тем людям, которые пожертвовали своей жизнью на войне или уже после войны умерли. Но, тем не менее, раздача ленточек просто горожанам, она прошла очень успешно. И журналисты, которые в этом участвовали, отмечают, что люди с большим вниманием, почтением принимали этот дар и носят георгиевские ленточки до сих пор. Конечно, мы обо всех материалах газеты не скажем. Но вот я хотела бы еще обратить ваше внимание на то, что в этой газете на 12-й полосе приведен список всех ныне живущих в нашем городе ветеранов войны. Участников войны. Их всего осталось 105 человек. И вот мы, наверное, последнее поколение, как это многие отмечают, которое знает лично этих людей, которое их видело и которое может им самим сказать наши слова благодарности и памяти. И хочу еще раз напомнить о том, что 9 мая можно принести фотографии, копии фотографий своих родственников, умерших, для того, чтобы разместить их на стене Победы в ретропарке. Уважаемые телезрители, это был краткий обзор нового выпуска газеты «Эврика». И с вами был Акмарал Майкозова, также главный редактор медиагруппы «Рика» Марина Васильева. Спасибо за внимание. Всего доброго.